Дорогие друзья, вы не поверите, сегодня у нас будет очень необычное, интересное видео, потому что я познакомлю вас со своими зрительницами, которые оказались не просто зрительницами, а моими спасительницами, и вы всё об этом узнаете. А пришли мы в дом актёра, и сейчас я вам немножко покажу интерьер. Здесь всё сохранилось со времён Советского Союза. Ну, конечно, это даже не со времён Советского Союза, это с дореволюционных времён. Вот это мой аутфит доктора Мартинса, и, внимание, диванчик. Слушайте, здесь же можно брать интервью, он просто гигантский. Мне кажется, вот эта высота где-то 2 метра. Вот, всё вот такое вот. Боже, я чувствую себя просто, я не знаю даже, где было. Там видно красоту? Ну, всё, пошли в ресторан. К тому же здесь ещё есть гардероб вот с такими шторами. И вот такое вот здесь всё прямо старое. Боже, неужели такое ещё бывает? Мы идём наверх или куда? Наверх. Алло, Александр. А, вот сюда. Добрый день. Вот такая вот. Это ознание, где вам оттелы, мы знакомы. Смотри, Мия. Это мои спасительницы. Дорогие друзья, сейчас мы познакомимся, но вы расскажете о себе. Вот. А это не он, это бар. А, это бар. Боже, здесь прямо какой-то островок Советского Союза на Невском. Вот так. То есть такого Советского Союза, вот, интеллигентного, да, который вот, это дом актёров. Раньше, наверное, в советское время всегда таким, как мы, простым, смертным. Да. А мы разделись. Мы же платье. Нет, у меня жилетик для утепления. Боже, здесь вот ещё. О, какая красота. А, интересно, а можно у них арендовать какой-нибудь кабинетик под интервью, например? Не знаю даже. Боже, какое зеркало. Ничего себе. Боже, ничего себе. Господи, как давно я не была ни в каких дворцах. Там идёт репетиция. А, тут ещё такое зеркало, боже. Я как... Я вообще какой-то как неандерталец. Я так давно не была в зданиях такого типа. Ну, с нами уже ходишь. Я не знаю, сколько лет мы не ходим. Уже, уже, уже ходишь совершенно в другие рестораны. А если здесь ещё не будет музыки, то это будет просто подарок судьбы. А это двор сороковой поликлиники? Да. Конечно же, есть. Ну ладно. Мы что-нибудь туда идем? А, нет, нам... Ну ладно. Что-нибудь придумаем. Знаете, а здесь даже запах какой-то советский. Да? Ну, это старая, да? Да, да. Сохранила. Ну, у него запах именно советской интеллигенции сохранился. А здесь эти были вечера. Да? А, поэтому вы знаете, да? Да. Здорово. Здесь точно советский какой-то запах, такая атмосфера такая. Да, именно советской интеллигенции. Хотя, конечно, это всё дореволюционное, ясное дело. Да. Да. Так а тогда, тогда сколько ресторанов-то было? Их же не было. Да, да, не было. Вообще. В советское время же в ресторан не попадёшь и... А, раз-два и обчёлся. Ну что, петербургские модницы. Мы смущаем. Ну что вы смущаетесь? Дорогие друзья, вот эти две замечательные девушки, ещё там была одна тоже, вот, они меня спасли. Просто я очень сильно, когда заболела, мне заклинило спину, и я вообще не могла ни согнуться, ни разогнуться. И мне назначили, как это называется? СМТ. Вот, вот, мне назначили. Я прихожу туда, и вдруг вот эти все очаровательные девушки оказываются зрительницами моего канала. Но, честно говоря, я прямо обалдела. Я туда приползла в полуживом виде, как говорится, без макияжа, без фэшн-блогерских атрибутов. Всё равно вас узнали. Да, да. Вот, ну, девушки, расскажите немножко о себе. Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут Карина. Я петербурженка. А я работаю в поликлинике. Ну и вот, интересуюсь модой, интересуюсь... Теперь у меня есть подписано на блог Марины. А давно? Я сейчас скажу. Нет, недавно. Это где-то в Ето. Я искала видео про Финляндию. Ага. То есть первое видео было про Финляндию? Да, и я смотрела несколько видео, и вдруг мне вот просто... Я увидела интересное, неординарное такое видео, причём... Типа, как одеваются финки? Да, и главное, что я тоже всегда обращаю, как одеваются там... Финки. Финки или там в Петербурге или где-то, мне тоже интересно. Вот, и потом я стала дальше смотреть все ваши видео, и поняла, что близкий по духу, Невский проспект, это вообще моя любовь. Ну, мы, в общем, работаем через дом у нас, адрес. Да, получается, да. Мы так и высчитали. Поликлиника, потом дом актёра, а потом уже наше заведение. Да, да. Вот, ну и потом все подруги подписались, Май. Вот, мы смотрим, очень нравится, и даже вы нас случайно сняли как-то в Стокмане. Да. Да, мы стояли у премьера. Вы попали в кадр? Да, мы попали в кадр. А какое это видео? Это где были сумасшедшие дни. Весна. А, то есть ровно год назад. Нет, это осень была. Осень. То есть ровно год назад, потому что сейчас как раз сегодня первый день сумасшедший. Да, 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 да. Вот. А вы тогда чего у меня не подошли? Или вы не видели, что я вас снимала? Мы не видели, когда посмотрели, мы себя увели в ролике, да. Как же так? Мы с Мариной не познакомились, мы же так хотели, как мечтали. А у какого вы прилавка стояли? А, я снимала, да. Все, точно, я пересмотрю это видео. Найду вас там. Ну, там. Слушайте, ну вы такие настоящие петербуржские монеты. У вас у обеих такие оправы. Вообще, просто, посмотрите, Донка, это же просто мечта любого фэшн-блогера. Правда? Красота. Да, да, очень классные. Так, ну хорошо, спасибо, Карина. Так, теперь красная шапочка. Красная шапочка зовут Наталья. Я работаю в поликлинике 40 уже 30 лет. Раньше мы в этом зале отмечали наши корпоративы, дни рождения поликлиники, каждый год, юбилеи и так далее. С вами меня познакомила Карина. И первый сюжет был у меня кулинарный. Ага. И он меня очень заинтересовал. Это какое видео было? Да, это был скандинавский торт. О-о-о. Перед новогодний, да. Я уже открою зрителям секрет, когда мы общались, и когда меня лечили, вы приготовили этот торт. Да, вот. Я его готовила на свой день рождения, то есть он у меня занял четверть стола. Ага. А вы на сколько, на 4 куска делали? Да, я делала на 4 куска. То есть как я в рецепте показала. Ага. Потом, когда пришли гости, мы долго не решались его разрезать. Ага. Ну вот, и когда мы его наконец попробовали. Потому что он был красивущий. Ну и, конечно, финский суп. Ага. Ну, это был просто восторг. Это так вкусно. И осень была промозглая. И он такой горячий и сытный. И я очень люблю рыбу. И он, конечно, этот тут нам безумно понравился. Еще был какой-то салат уже, не помню какой. Вот. А потом уже все остальное. Нам очень понравилось. Понравились все ваши сюжеты. Мы их смотрели с удовольствием. Были уверены, что познакомимся, где-то рядом встретимся. А уверены на 100%. И так получилось. Ну, если вы даже в кадр у меня попадали. Да. А вы там как бы сзади стоите или прям лица попадают? Мы стоим, нюхаем, по-моему, эти брюки. То есть я вас там, я посмотрю. Что еще сказать? Надо же. А пожелания какие для канала, для развития? Потому что на самом деле моему каналу уже 6 лет летом будет. И, конечно, за это время я сама очень менялась. Потому что когда я себя смотрю в роликах 5-летней губности, я там и моложе, и худее, и стройнее, и вообще. Вот. И, конечно же, вообще все меняется. Наши интересы, и что-то надоедает зрителям. Вот скажите, какие видео хотелось бы вам видеть чаще? Вот мне бы хотелось бы в видео, если, Марина, вы поедете куда-нибудь в отпуск, да, вот показать это вот на, может быть, море или... Ну, если вы ездите. На море не езжу. Не ездите, да? Да. Мне как бы, я не загораю, поэтому... Ну, вот... Если езжу, то в такое время, когда... Да? Ну, вот хотелось бы посмотреть такое видео, ваше отпускное. Вот мне лично, вот мне лично, да. Да, Наташа, вы кулинарная. Не, кулинарная, само собой, не нравится. Я хотела посмотреть вашу работу, вот бюджетерию, которую вы делаете. Я еще не посмотрела, я еще не видела. Ладно, учту. Ну что, посмотрим меню дома актера, чего-нибудь закажем, да, что тут, какие цены. Ну, цены тут тоже почти что советские, да, тоже как бы... Должны быть. Ну, 200 рублей, селедок, домашнего посола. Ой, ну это все... Все такие, знаете, рецепты. Недавно смотрела Ширвинда, Миша Ширвинда, открыл канал. Подписан. Да, я тоже на него подписалась. И он очень часто эксплуатирует имидж вообще отца. Приходит к нему в кабинет, он ему даже потом выгоняет и говорит, иди, не мешай мне работать. Ну, в том числе они отмечали 23 февраля и приготовили там, ну, как бы советский расклад, да, зеленый горошек, сосиски, что там еще? Соленый огурец, да, это видео так ностальгически как-то пробило, оно как бы вроде ни о чем, вроде мы так все это знаем, но как-то вот попав сюда, я сразу вспоминаю. И вот этот наборчик, и хотя это время, ну, как бы, уже безнадежно кануло. Да, ну вот это действительно, я часто вспоминаю, кстати, горошек этот. Да, да, как-то они так показали, хотя, конечно, и сосиски уже не те. Да, да, кстати. Ну, горошек еще, наверное, так уж. Ну, горошек уж, наверное, несложно испортить. Бывает, но с тобой. Ну, ладно, сейчас мы закажем, потом покажем, что мы заказали, и озвучим ценник. Так, нам принесли очень диетические, прошу обратить внимание, блюда, итальянские фетучини, да? Мы все три взяли одинаковые лосось, а по чем? А, по 450, да, это блюда, ну, видите, тарелки такие съезные очень старые. А, соус, да, здесь сливочный, пармезан, ну, якобы должен быть, да? Ну, я думаю, нормально должно быть, но по виду, да, очень аппетитно. Ну, что, пробуем, да? Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что мы провели потрясающий такой, даже не вечера, ну, я даже не знаю, встречу как-то стоило... Планчем. Встреча даже не подходит, ну, как-то очень душевно и тепло получилось, так посидели, столько пересечений вот обнаружили. Вот, и я хочу сказать, что под конец Наташа удивила вот своей красной шапочкой. То есть, если сначала, Наташа, как она там выглядела? По-другому. Это куплено на какой-то выставке авторской, да? Где она проходит, можно сказать? На Большой Камшин. Ой, Большой Морской. На Большой Морской адрес, не помните? Дом, не помню. Просто, чтобы и зрителям тоже было. Дом художников. Дом художников. И там опять должна быть выставка. Надо прогуглить, я думаю, да? И да, будет понятно, когда. Вот. И вот вы купили такую красную шапочку. Она вот так выглядит, как такой хулиганский беретик. Ну, а вперед, когда кепочкой такой, как вообще супер. Вот, вообще, очень здорово. Вот профиль так здорово смотрит. Да и так тоже, да? Такой сразу хулиганский какой-то вид. Очень здорово. Мне очень понравилось. По-прежнему холодно, поэтому, в принципе, как раз... Да. Самое время вот такое. Я тоже пришла в такой шапке-панамке, вы видели, да? Вот. Дождевичок. Кстати, сейчас я в Стокман видела там дождевики, кстати, за 900 рублей. Очень даже симпатичные. Да, все их там берут. Это единственное, что там можно купить. Все какая-то фигня. Надо зайти. Вот. Дорогие друзья, ну все. В общем, я надеюсь, вам понравится это видео. Надеемся. Да. Будем благодарны за лайки, ваши комментарии. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте... Нажимайте на колокольчик. Это, кстати, обязательно надо зрителям напоминать. Это YouTube даже так рекомендует. Вот. Поэтому в каждом видео вы будете слышать этот призыв. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, в общем, увидимся совсем скоро в следующем ролике. Пока-пока. Пока-пока. Пока-ни.